Елена Тимофеева, у меня абрикос Королевский на Саренцах Сергея Первый год дал пророс метр семьдесят Все после уроков, Олег Арченович Ну что, ну с вами я одна Кажется, не такой же я этот, как там было Болтолог Я не такой болтолог, значит, что-то умею Все остальные женщины умные, не думайте, что про всех так Нет, так говорится, тупой женщины И ваша жена тоже Подход надо к ней иметь Это я считаю, ни одной тупой женщины нет Ни одной Одно знаю Право на любовь Любой женщины надо заслужить Так, Юлия Плю ли я, Валерий Валерий Костевич Подскажите, я новичок Только все изучаю Купили участок и на нем растут Потрясающие абрикосы и персик Так, ух ты, поздравляю Насобирала костик в этом году Получится из костик вырастить такие же деревья В вкусных плодах и лучше поревать Во-первых, давайте так Я надеюсь, что у вас достаточно места Надеюсь, что у вас прекрасный, потрясающий абрикос персик Садите, даже постарайтесь не один Не отдать, не скормить кого-то После чего кто-то выплезет Даже косточку куда-нибудь Не дай бог Все косточки посадите Немедленно Первый этап вашей работы Краснодарский край Это не такой уж этот подарок, как вам кажется Там есть свои проблемы У нас свои, а там свои Причем на юге их не меньше, чем на севере Все посадите Садите, как в школу С густотой помидор, даже в два раза гуще помидор Если в большом уровне Садите, садите, садите И два-три года к этому самому Школку только уход должен быть какой-то Потому что, ну, полить Не дать травой забить Значит, в эти годы все-таки надо с тяпкой поработать И ждать, что будет Вот, то есть, это одна сторона А теперь прививать Но надо тогда на что поливать У нас Краснодарский край, у нас тепло Но это еще не значит, что все будет прекрасно При прививке главное Это даже То, чтобы они замерзли или не замерзли Достаточно Теплый Краснодарский край Да, достаточно Но другая сторона Прививок, чтобы была биологическая совместимость А то, ура, у нас меньше трясти не опускается То он при 20 замерзнет Если не полный При минус 10 замерзнет При нуле замерзнет И просто вздохнет Биологическая несовместимость Поэтому оба пути И косточки, и прививки Дальше Виктор, здравствуй, Юрий Константинович Подскажите, кроме черенков, персиков и агрикосов Можно заказать, в частности, Тотарова Да, можно Значит, буквально вчера каталог закончил Тотаровский Е Я у него купил немного Как бы, ну, я в данном случае Такой банальная роль перекупщика Банальная роль У него та же проблема Еще хуже, чем у меня Вот Он не смог срезать ни одной веточки Груш, абрикос Вот И только Сливы Сливы, сливы, сливы Я специально Вот, видите Это я Это я скопировал С его письма И зачитываю вслух Кабальденок 15 Донецкая Хиранье 7 Арбузная 9 Сувенир Востока 15 Комета Поздняя 6 Златовский Одна Стартовая 15 Ну, вот и стартовая Это супер Купер, ребята Эллиплата Ольтана Одна Ну, на всю страну Одна Награда 2 На всю страну 2 Вот Венгерка Воронежская Три Красное мясо Пять Терна слева Подарок Севера Три Венгерка Московская Две И это все На всю страну У меня У меня Северный Тоже Все На сладкий Вот Может Деревья Значит Приверьте И у них будут гарантированы Эти плоды И они могут даже ухрупниться Это начало нового пути Вот этим путем Никто не собирается уйти Привыкли, что Косточки Они дадут Довольно приличные плоды Им уже некуда Дичать Ни красно-синим Ни красно-желтым Ни красно-розовым Ни уссурийским Желтым Они уже дичать не могут Они такие по жизни Поэтому Все, что я сказал Вот эти пальцы Забру Вот Еще у меня Загадка Я вначале Сам рассказал Чтобы Сыне пускали Что у меня 10 веточек Слива Загадка Вот Венгерки у меня Свои Да Венгерки у меня Свои Вот Наверное И весь каталог То есть Как он начался Сейчас Когда я разошел Полсотни Каталогов Через неделю-две Слив не будет Вот Ну Как мог Так ответил Действительно На сливы Сливы у них корни Сами знаете Какие Значит На них засуха Подешивала Больше всех Стараясь спастись Они не погибали Они дали Обычье урожать Но они К тому же Еще что Даже слабо урожать Скажем так Кроме всего прочего Они взяли И окуклились То есть Стали Дали вместо Приростов Плодовых Максимум Плодовых Веточек По принципу Хараул Засуха Спасай Потомство Так Виктор Здравствуйте Виктор А нет Это я уже Про тот Рассказал Человек Солковица Бывает Значит У меня есть Знаете Я У меня же Уникальное дерево Не зря же Алексей Потомство Развивает Вы видели Косочки Те самые Видели Ой не косочки А плоды Уникальное дерево Я его теперь берегу Я уже один раз Нарезался так Что она почти погибла Основной стол Был уже мертвый Хорошо что Оно корни собственные Вот Хорошо что Ту бетки Которые вылезли На замену Они такие же Точно по качеству Это все таки Этот Это все таки Вегетативный Деревый Вегетативный Е Скажем так Вот Оно на Собственных корнях Теперь Я вам Черники Шелковица Не Не хочу Не хочу Орежать Вот А С удовольствием Отправляю К Алексею К Алексею Выше вы видели Если вы не сможете Скопировать его Электронадор Напишите мне Я его скопирую Вам отправлю Так Нижний Новгород Минуточку Что-то я разговорился Бедная Это девушка Которая Сказала Что я болтологией Занимаюсь По-моему Я просто Не к нам У меня подошли Сеянцы Китайки Красно-желтые Ага Какие Заши Можно На нее привить Кажется Любые Еще раз Весь мой сад Привит на Китайки Красно-синий Красно-желтый Хоть Ренхланды Хоть Венгерка Хоть Там Есть же Вообще Непонятно К какому Виду Помните Я начал С чего Которые Оказались Сюрприз Для вас Загадка Для меня Это оказалось Такой сюрприз Потому что Такой кусок Я не пробовал Никогда За что Мне такое Счастье Откуда Я эту ветку Взял Которую Привил Кто Мне ее Посунул Когда Я же Я Это Так Сувенир Востока Иника Сядут Сядут Куда Нем Еще раз Говорю У меня Все Привито На Это Да Да У меня Играция И богатыска У меня Просто Нет Других Подвоев Кроме Китая Ну Просто Нет Я Никогда Не Выдумываю Я Не Пытаюсь За счет Чего Обмануть Это Тот Самый Случай Знаете Как Захотел Б Я Обмануть Ну Ка Я Сейчас Надую Скажу Что Это Прерывается На Китай Вот А На самом Не Получается Все Есть Все Лучшее Все Как Это Все Проверено Кажем Лидским Поколениями Так Если Будут Черенки Слива Тотарова Было бы Полезно Знать Таких Подвоях От Слива Вы Знаете Я Сейчас Сказать Не Могу Это Надо Специально Этим Заниматься Вот На Каких Подвоях Пока Мы Говорили О Привоях Я Завтра Забуду Об Этому Если Вы Знали Что Сегодня Меня Довела До Настоящего Инфаркта Дама Которая Это Самое Написала Позвонила И Сказала Что Вместо Е На Это Самое Адрес Адрес Оказался Вышла Другая Посылка Мы Разбирались Я Не Виноват Вообще Не Виноват Но Начало Разговаривать О Виноватых Компьютерах Которые Там Напосле Представляете Когда я Говорю Ну там Другой Адрес Представляем Себе Что Я Полностью Выдумал Придумал Название Района Придумал Название Области Придумал Название Улицы Название Дома Название Квартиры А только Ваш Этот адрес Оставил Ваш Фамилию Так Бывает И вот Получилось Так Что Она Мне Просто Когда я Пытался Объяснить Что Я Не Виноват Вот И уже Пришлось Сообщение Что Ее Ждет Посылка А потом Оказалось Своя Посылка Даже Не Выходила С того Фальшивого Адреса Да Фальшивого Вот Там И застряла И тут А Польша Пришла Сообщение Ожидает Вас По вашему Адресу Законному Адресу А она Вместо Того Чтобы Извиниться Сказала Что Я На Вас Прокуратуру Я Полдня Лежал Вот Сейчас У меня Такое Состояние Что Мне Не Совершенно Не Хочется Разбираться Что У него За Подвой По Крайней Мере Сейчас Такое Настояние Так Что Представляет Себя Чернослив Фижиха Это Один Из Черносливов Он Стандартный Он Ничем Не Отличается От Чернослива Который Может Расти Допустим Помните Там Черносливовская Красавица Который Мне Присыл Ученый Этот Чернышов Да Практически Ничем Не Отличим Вот Но Я Стараюсь Разделять Вот Это Чернослив Чернышова А Вообще Я Не Могу Здесь Разместить Фотографию Вы Увидели Содатель Чернослив Мало Того Моя Фотография Уже Красуется На Десятки Сайтов Потому Что Это Действительно Водействие Сорт Когда Чернослив Они Неразличимы Чернослив Чернобаева Ко мне Пришел Он Написал Письме Там Было Черенок Или два Он Написал Валерий Красотинович Соседи Вас Не Будет Когда Вы Привеете Они Они Все Оброд Зависть Вот Вам Чернослив 50 Граммов Плодами 50 6 Грамм Так Теперь Почему Нет Костик Абрикоса Дар Небес Ну что Плохо Плодоносит Что Вы Взяли Что Нет Урожай Предельный А где Его Нет Это Надо Заглянуть Слушайте У нас Сколько Времени Осталось 17 Минут Ой Ну что Искать Сейчас Это Каталог Есть Дар Небес Я Мог Забыть Мог Забыть Что Делать Пока Я Буду Искать Дар Небес Открывать Каталог Времени Слово Искок Все Писем Короче Дар Небес У 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 Прожать Предельный Дар Небес У 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 Проходили У Это я уже устал У 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 Это мои бесстыжие заболели. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Так, итак, косы всегда в небес, они есть. Возможно, в каталоге я забыл про них. Вот, а что плохо плодоносит, прекрасно плодоносит, причем запрометие. Я, у меня нет причин, допустим, обманывать. Если я сказал, что прекрасно, значит, так оно есть. У меня первое плодоношение было на третий год, ярко-красные плоды. Потом с годами он стал желтеть, желтеть и стал практически очень похож на большинство этих абрикосов. То есть, вначале он был выдающийся за счет ярко-красной окраски. Потом, не знаю почему, соседи виноваты, подвой виноват, но он стал желтеть. Но, тем не менее, прекрасный сорт. Главное качество даря небес. Еще раз говорю, вы хотите вот перекрестить, чтобы урожай был прекрасный. Вот теперь поверите, я с Богом не шучу. Для меня Бог это все. Вот. А раз поверили, слушайте дальше. Значит, это европейцы. А европейцы отличаются от сибиряков чем? Во-первых, привая на Маджурису, у меня все на Маджурисе. Я его сделал полу-сибиряком, но многие хотят европейцев у него оставить. Почему нам это надо? Потому что вот я был в Москве. Так, Москва это центр российской Европы. Почему российская? Правильно, нет? Так вот, когда я там был, меня пригласила, когда Мараховская, я выступал. Это уже был мой семинар, тот самый, что я упоминал. И вот все, сколько я там был, неделю, полторы, ничего не помню. Но каждый день шел дождь. Каждый день шел дождь. Я ничего понять не мог. Небо чистое все, вдруг бах, такой летний, теплый. Главное, быстро, раз все залил, прекратился. Через час опять. И включая, я телевизор местный, от скуки. В московской квартире, Елена, Ирина Марховская. И вдруг они говорят, четвертый год, в Москву заливают дожди аномально. Ну, да, что было потом? Потом мы два дня пробыли на ее даче. И я обошел сотню дачек, садов. Боженьки мой, я не видел ни одного яблони. Ну, абрикосов там не было, понятно. Ни одной яблони, ни одной груши, у которых не было бы вся, не просто, как сказать, там, парша-непарша. Они были изуродованы, все плоды были изуродованы. Не просто, как вот я показывал, да, пятнышки, видите, вот. Сейчас покажу. Вот они, пятнышки. Изуродованы. Они были вот такой формы, буквы, как сказать, как запятая. Вот. Они все были как запятая. Я был в Тимиряльском саду. Я ходил по саду. Хотел увидеть это откровенно. Я увидел, что все поражено паршой. Что все это. Господи, чего вам надо? Москвичи. Вам нужны сорта, не которые не поражаются паршой, паршой ни при чем, а которые терпят эту сырость. И тогда никакой парши не будет. И я очень ценю те сорта, еще несколько. Помните, Жердель. Помните, это с Украины. А это же самый шевнир Востока. Помните, из Бельгии, это, лесная краска. И там, спрашиваю, ну тут же ничего не поделаешь. Вот. Ну, кушать-то можно. И вот, еще у меня в таких случаях память подводит. Еще у меня несколько сортов, и люди из Европы. Так. И получается, что я ценю, да, это длинный разговор, опять скажет те балкологи. Что я ценю абрикос Дарь Небес. За что? За то, что он из Европы. Ему туда самая дорога. Вернуться. Вот. А потом я, вот, Смирин, Сан Смирин. Сан Смирин мне прислал. От Сереги Дара Небес, когда я ему тоже высылал несколько уникальных сортов абрикосов. По принципу, от нашего стола вашего стола.